Приветствую вас, и прежде чем отвечать на вопрос, который вы задаёте, мне бы хотелось спросить у вас, почему вас так это волнует, вся эта ситуация в целом? Ну, познакомила вас девочка ваша знакомая с парнем, да, познакомила, вам парень не понравился, она с ним сблизилась и стала близка, ну хорошо, что у них всё получилось и получилось. Здорово, что они нашли друг друга. Знаете, даже если, даже если в этой ситуации был какой-то умысел, да, то есть даже если это вот ваша знакомая, она специально так сделала. Специально эту ситуацию создала, то вам какая разница? Если парень вам всё равно не понравился, или вы ожидали, что он вам позвонит. Чем вас эта ситуация так задела? Поясните, пожалуйста. Настолько задела, что вы даже задали вип-вопрос. То есть не просто вопрос, а вип-вопрос. Подумайте, пожалуйста, об этом. Далее. Далее я разберу ваш текст и попробую ответить вам на ваши вопросы настолько, насколько это возможно. Знакомый решил меня познакомить с парнем, они вместе работают. Сказала хороший парень, он тобой заинтересовался. Так, ну здесь, во-первых, сразу такой момент. Почему вы соглашаетесь на то, чтобы вас сватали по факту? То есть, если вы одна, да, то почему не знакомитесь сами? Что мешает вам самостоятельно знакомиться? Зачем? Для чего вы прибегаете к помощи других? Или, может быть, позволяете другим помогать вам знакомиться? То есть вот этот момент, его нужно обязательно прояснить. Понимаете, да, надеюсь, о чем идет речь. Дальше. Она сказала, хороший парень, он тобой заинтересовался. Опять же, момент. Хороший для кого парень? То есть, понимаете, если он хороший для нее, то это вот уже такое оценочное обсуждение, как бы, идет. То есть, что он хороший. С ее, с точки зрения, он хороший. Понимаете, да? С ее позиции, с ее восприятия, он хороший. А, с вашей позиции. Далее. Ага. Далее, значит, она вам, как бы, говорит, что он тобой заинтересовался. И здесь, в общем-то, тоже важный момент. Здесь тоже очень важный момент. Потому что, если он вами заинтересовался, то это должно было как-то проявиться. Это должно было как-то проявиться. Понимаете? То есть, не может быть такого, да, что на ровном месте, абсолютно на ровном месте, человек, вот, внезапно, вдруг, вами заинтересовался. Это должно было быть, ну, должны были быть какие-то проявления, какие-то симптомы должны были быть. Понимаете? Вот. А симптомов никаких я не увидел. По крайней мере, вы об этом не написали ничего. Вот. Ну и смотрите, получается, что она уже сказала, что он хороший парень. Пригласила к себе на корпоратив. То есть, мы обе одинокие, но у него есть ребенок, у меня детей нет. Угу. Ну, вопрос сразу, почему вы одиноки, были у вас, были ли у вас отношения, если были, то какие, как они развивались, соответственно, почему, почему распались, почему не смогли их построить и так далее. Я спросил у нее, почему она сама с Анибаном не хочет попробовать построить отношения, она мне ответила, что мы немного разные. Знаете, а, опять же, мы немного разные, это звучит как, ну, никак то, что мне не подходит. Может быть, может быть, это говорит о том, что в чем-то он ей не понравился. Вот. По-моему, чем-то она его просто не приняла. Вот. Это так. Но, то, что немного разные, это, опять же, очень-очень-очень так себе обоснованно. Тем более, Фетюбе Давыду она сказала, что хо- эээ... что она хоро- , что он хороший. То есть, она уже, как бы, дала ему оценку. И эта оттенка была положительной. Дальше. Я согласился. Приклад на гербратик, но мне парень не приглянулся. А... Кроме него... Вот помимо него... У вас еще... Какие-то... Мужчины, может быть. У вас еще... Какие-то взгляды, может быть. А есть... На... Отношения. То есть вы... Помимо корпоратива... Еще где-то с мужчинами взаимодействуете? Вы как-то... С ними общаетесь? Или вы одна и все... И все... Это очень важный момент. Потому что вас хватают... А... В чем... Негатив... А... Подобного поведения? В чем негатив... А... Сватовства? В том, что на человека заведомо, заранее... А... Воспринимать... Ммм... Скажем так... Безусловно... Того, с кем он общается. Ну и... Плюс ко всему мешает... Ожидание, естественно. Ожидание очень мешает, потому что... Ну... Согласитесь... Одно дело, когда... Ты... С человеком просто встречаешься и... Как бы, ну... Ничего от него не ожидаешь. А... С другой стороны... Это совсем другое дело. Совсем другое дело. А... Когда... От человека уже ждешь. От человека уже ждешь. Того, что он... Там... Будет для тебя кем. Знаете? Поэтому... Святовство, оно... Вот этим... Эээ... Плохо. Оно этим вредит. Как бы. Вот. То есть, в данный момент... Его... Нужно... Обязательно... Учитывать. Если мы хотим... А... А... Адекватно выстраивать отношения. С другими... Ну... С мужчинами, например. Вот. Понимаете, да? Надеюсь, о чем идет речь сейчас. Дальше. Лишь, когда я собиралась домой... Эээ... Он стал меня останавливать. Просил остаться. Он был пьян. Ну, вот здесь... Эээ... Проявляется вот этот вот... Образ... Да? Образность. То есть... Он... Может быть, все это время присматривался к вам. И... Чувствовал... Давление... На... Ну... На себя. Например. Из-за того, что... Должен... Ээ... К вам... Вроде как... Ээ... Подходить, да? Должен... Там... Как-то вот... Взаимодействовать... С вами. Потому что... Ну... Наверное... Ээ... Ээ... Потому что вы этого ожидаете. Как-бы... Ээ... Но не решался. По... Ну... По какому... По какой-то причине. Не решался, да? Вот. А годовые... Уже... Уже... Стали уходить. Он понял, что... Как-бы... Поиск уходит. И... Соответственно... Нужно... Что-то делать. И... Он... Эээ... Забротился. Ну... И плюс алкоголь. То есть... Люди, они... Употребляют алкоголь. Как правило, не просто так. У этого есть... Ээ... Определенные причины. Эээ... Вот. Причины и мотивы. Мотивы. Употребления алкоголя. Далее. Я ей предложил... Эээ... Познакомить парня... С моей другой знакомой. Она... Отказала. Сказала, что не хочет его обижать. Ну... Эээ... Здесь явно у них есть... Эээ... У нее есть к нему... Эээ... Какое-то отношение. То есть... Ей не все равно. Вот. Не хочу обижать. Не хочу опталкивать. Это... Значит... Соответственно... Определенная реакция. На... Эээ... Человека. Вот. Значит... Эээ... Дальше. Дальше. В итоге. На следующий день. Знакомят пить, что когда я уехала с корпоратива, они с этим мужчиной гуляли. Потом она написала, что она с другим мужчиной познакомилась через стать знакомств. И еще за ним. В итоге ей не перезвонил мужчина, с которым она на свидание ходила, и у нее началась депрессия. Она несколько месяцев не писала, а молчала. Да и я не спрашивала, как дела. Эээ... Ну... Вот здесь, знаете, есть какая-то поверхностность, что ли. Потому что, ну, на сайтах знакомств люди тоже знакомятся не с хорошей жизнью. Значит, в реальной жизни, эээ... Ну, как-то вот знакомиться, вероятно, вероятнее всего не получается. Да? Эээ... По какой-то причине. Эээ... То есть это... Тоже нужно... Эээ... Понимать. Это нужно хорошо понимать. И то, что ей не перезвонил мужчина, как она говорит. Эээ... Эээ... Это... Это тоже, эээ... Ну... Вследствие определенных проблем. На мой взгляд. Потому что... Ведь он ей не перезвонил, значит... Значит... Она... Эээ... Ну, мало того, что, видимо, как-то выстраивает себя. Эээ... Подает себя. Эээ... Ну... Своеобразным образом. Скажем так. Эээ... Так еще, к тому же, эээ... 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 Чрезмерное значение этому... Эээ... Эээ... Придает. Понимаете, да? О чем идет речь? То есть у нее началась депрессия. У нее разочарование произошло. Эээ... Из-за... 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 Из-за того, что ей не перезвонил мужчина. Хотя это, в принципе... Аээ... Ну... Совершенно нормально. То есть в этом нет ничего... Плохого. В том, что... Эээ... Эээ... Ей не перезвонил мужчина. Эээ... Наоборот. На... Эээ... 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 Ээ... Эээ... Эээ... Как вы ее воспринимаете. Вот. Я подумал, наверное, что нашла... Нашла... Нашла мужчину, потому что пропало. Так часто было. Ну так она пропала не только по этой причине. Вы же просто... Вы не подруги, да? Я же с ней. Потом я от нее узнаю, что она живет с парнем, с которым меня ознакомило на корпоративе. У нее в квартире. И она распыляется, какой он замечательный и хороший. И что я его толстым почистал, а он похудел. И спасибо мне, что я от него отказал. Я ей сказал, что рада за нее, что она присмотрелась к нему. Эээ... Вот здесь, эээ... 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 Главная мысль, наверное, будет, она заключается в том, что... Эээ... Вероятнее всего... Эээ... Эээ... Ваша... Знакомая... Эээ... Эээ... Мужчине присматривалась. Да? Но... Подсунула... Его... Эээ... Вам... Подсунула его вам... Для... Того, чтобы вы... Эээ... Эээ... Проверили его. То есть... Она хотела понять... Какой он... Виде... Видимо... Ну и... Собственно... Говоря... Эээ... Видимо... Она... Поняла... Какой он... Получается... Ну... Раз... Эээ... Эээ... Раз... Эээ... Раз... Эээ... Стала с ним жить... То есть... Я хочу сказать, что... Как вы сами-то думаете... Она... Поняла... Эээ... Что-то... О нем... Что-то вот... Эээ... Ну... Что-то связанное с ним... Она поняла... Или нет... Что... Эээ... Ну... Что... Стала с ним жить... Или нет... Вот... Как вы... Сами думаете... Что вы сами думаете... Какие у вас... Ээ... Мысли... На этот счет... Эээ... В... В... Возникли... Понимаете? Вот... Важный этот момент... Важный этот момент... Важный этот момент... И потом, у этих людей... Эээ... Что... Важно... Что очень важно... У этих людей есть общая позиция, общая точка зрения, это вы. И, собственно говоря, эта общая позиция, общая точка зрения их объединила. Возможно. Хватит вам дело. Ну и не надо забывать, что это всего лишь знакомая ваша, а не подруга какая-то. И ожидать от неё, ждать от неё того, что она будет как-то к вам расположена, ну, явно не стоит. Понимаете? Вот. Опять же, по простой причине, что она вам изначально ничего не должна знать была, она просто предложила, и всё. Вы отказались, она решила это, она решила взять. Вот. Кто-то был на самом деле, нравился он ей изначально, не желал она этого признавать или что-то ещё. Может быть, она вообще с этим мужчиной поссорилась. Вот у них что-то было, и ей не понравилось, и она решила его проверить. Вот. Она же женщина с ребёнком, да, и как бы ей нужен мужчина, на которого она могла бы положиться, которому бы она могла, там, доверять, например. Вот. Ну и вопрос в том, что ей нужно для того, чтобы доверять. Ого. Ну, вот как мы увидели, да, то, что ей нужна была вот эта ситуация с вами для того, чтобы проверить, ну, для того проверить своего мужчину. Вот. Плохо это или хорошо? Да какая разница? Понимаете, вот какой момент, да? Какая разница? Разницы абсолютно нет. Потому что у вас либо проблемы с построением отношений с мужчинами вообще, и с этим нужно работать, тогда отдельно. Либо у вас проблемы с восприятием людей, других. То есть, вот, вы подругу свою, да, образ подруги, накладываете на образ, на знакомую. То есть, может быть, у вас друзей недостаточно, или вы вообще плохо с людьми сближаетесь, или, может быть, у вас нету преданных друзей рядом с вами. Понимаете? То есть, я не знаю, я не говорю о том, что это так. Я не могу, не могу утверждать, я не утверждаю. Я просто, как бы, высказываю предположение, потому что, ну, такое впечатление, что вы разочарованы с подругой своей. То есть, знакомой, видите, я даже ее тоже подругой называю. Знакомой. Вы разочарованы знакомой. А почему? То она сделала такого. Ну, она предложила вам, этого мужчину. Вы отказались. Она поняла, что, значит, у нее есть, как бы, возможность с ними сблизиться. Вот это выглядит, ну, так, не очень хорошо, но, опять же, это знакомо, она вам ничего не должна. Вот. И если вам советуют, если вас сватает женщина одинокая, которая называет какого-то мужчину хорошим, то, как виде, как минимум, стоит относиться к этому с осторожностью. Другое дело, что вами двигал. И движет до сих пор. У меня вопрос, почему Данка повела себя знакома? Ответили на этот вопрос. Она к нему присмотрелась, и он ей понравился. Нет, скорее всего, он ей изначально нравится. Просто она либо его проверяла, либо у нее, ну, как бы, такой пунктик, чтобы вы не были соперницей. То есть она, ну, она боялась, что вы отобьете его у нее. Или она изначально на него имела план, она любит конкуренцию, создавать соперничество. Ну, понимаете, соперничества здесь нет. Скорее всего, она пыталась просто убрать возможные негативные проявления и, возможно, негативное развитие событий. Я не думаю, что здесь соперничество именно. То есть вы говорите, что она любит конкуренцию, создавать соперничество, любит конкуренцию, создавать соперничество. Это, опять же, ваша субъективная позиция. может быть там все не так, не то чтобы я вам не верю, но просто вы не объективны, вот. Вот я себя накручиваю, но это странно знакомить меня с парнем, потом по-моему с ним встречаться. Конечно, у нее такое практикуется среди подруг. Ну, понимаете как, здесь как бы разница восприятия. То есть для нас это странно, для вас это странно, но, смотрите, вы же приняли предложение от нее, и вы поняли, и вы знаете, что у нее среди подруг такое практикуется. Значит, для нее это нормально. И если вы понимаете, что для нее это нормально, то, соответственно, логично, что она будет на вас и с вами вести себя так же, как и на себя со своими подругами. То есть непонятно, если вы считаете это странным, как вы говорите, то есть для вас это неприемлемо. Хотя, что здесь неприемлемо, ну, это вопрос, ладно. Вот. То, как минимум, принимая предложение этого человека, вам нужно и можно ожидать того, что она будет вести себя так, потому что она вела себя так раньше со всеми. И нет никаких оснований, считать, что она будет вести себя по-другому. Понимаете? Понимаете, да? То есть вы как бы ожидаете, что человек будет вести себя не так, как он вел себя обычно. По какой причине? По какой причине вы так считаете? Что заставляет вас так считать? Понимаете? Вот это очень важно. Да, для вас это может быть странно. Я не спорю. Это действительно может быть странно. Но если вам предлагают человек, который такое поведение продвигает, значит, для него это нормально, значит, логично, что он будет вести себя так же. Почему вы ожидали, что с вами она будет вести себя иначе? Почему? Вот что важно. Вот. И как бы, если вы считаете для себя это неприемлемым, то зачем тогда соглашались на это предложение? А если вы считаете, ну, это странным, что именно странного в этом? Ведь вы не подруги. Если вы с этим парнем не стали встречаться, то это автоматически освобождает его для других женщин, в том числе и для вашей знакомой. Что здесь странного? Ну, вот. Не очень понятно. И я думаю, что вы одна из-за вот таких моментов, что вы накручиваете, что вы додумываетесь, что вас волнует, как бы, другие люди, вас волнует, вас волнуете не вы сами. Понимаете? Вас волнуете не вы сами, а волнуют другие. А действительно, эта ситуация такова, что вам для построения себя, для построения своих отношений нужно, чтобы волновали вы. Чтобы никто больше вас не волновал другой. Знаете? Вот. И тогда у вас все будет хорошо. Далее, значит, она девочка легкомысленная, возможно, просто не подумала. Ну, вот это, опять же, ваше отженочное осуждение ее. С учетом того, что это знакомая, даже не подруга, вы не можете знать, насколько она легкомысленная. Она может вести себя как-то определенным образом, так, как, например, не нравится вам. Но легкомысленной ее это еще не делает. То есть вы можете не сходиться с ней во взглядах, вы можете не сходиться с ней в восприятии реальности, восприятия отношений, восприятия мужчин, да в чем угодно. Но это не делает ее легкомысленной. Обязательно, по крайней мере. Понимаете, в чем дело? Подумайте, пожалуйста, об этом. Подумайте, пожалуйста, об этом. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.